Субтитры сделал DimaTorzok Черт возьми, мне конечно говорили то, что работа шахтера меняет человека, но то, что я за 2 минуты превращусь в негром, мне бы, если такое сказали, я бы никогда просто не поверил. Черт возьми, я уже вкалываю как проклятый хрен знает сколько времени, и я задолбался делать одно и то же, одно и то же. Весь рабочий процесс данной шахты заключается в том, что ты просто подходишь, наяриваешь со всей дури по камням, лупишь их, потом вот так жонглируешь ими. И после этого тебе нужно огромную тележку, которая весит буквально несколько тонн, вот так вот играюще и припевающе донести до хранилища, куда она отправляется, наверное, в Сибирь, где будут строить очередные каменные парашные дома. Я уже потерял счет часа. Сколько я здесь нахожусь, я не знаю, может быть 20 дней уже, может 30, может быть прошло всего 10 минут, без понятия. Но что я знаю точно, сил уже вообще не осталось, и пора сваливать. Пожалуй, если, судя по времени, прошло порядка 10 часов, как я вкалываю в этой шахте, и мне уже не терпится получить свою зарплату, продать все чертям собачьим и свалить отсюда. Потому что я уже хочу домой, я устал, устал находиться в этой пердяевке, устал копать шахту, устал быть негром, устал видеть эти большие пчелиные или птичьи, я не знаю даже, как выразиться, какашки. Я устал, что у меня от обессилевания, обезвоживания руки приросли к жопе, и они теперь больше никак не двигаются. Я устал от того, что я бегаю, как петух с этой монтировкой. В общем, я устал, пора забирать зарплату, бежать на вокзал и уезжать отсюда. Что? Всего 208 рублей я заработал за 10 часов, работая, копаясь в шахте и вкалывая, как последняя чертяга? Нет, ну тут действительно на работу берут только негров, капец. Но учитывая то, что билет обратно стоит порядка 10 тысяч, то я здесь надолго, и плевать мне на шахту, не буду я здесь работать. На 208 рублей я могу максимум, что набухаться в сранину, нежели купить обратный билет. Вот, сука твою мать! Товарищ врач, посмотрите, у меня что-то со спиной. Если работа в шахте превращает тебя в негра, то работа грузчика превращает тебя в какого-то таджика. Я всего лишь 2 минуты нахожусь в этой форме, но я уже хочу гонять на баранке, таксовать, мне нужна заниженная приора, и я надеюсь, что я какую-нибудь русскую чику в клубе подцеплю. Черт возьми, какие же тяжелые ящики, как это баба еще быстрее меня даже тащит их, тут килограмм 60, наверное, в этом ящике минимум. Что они, блин, там возят, я не знаю, свинец какой-нибудь мы гоняем в эту ферму, я даже понять не могу, блин. Чуть-чуть осталось, наверное, до конца рабочего дня, я уже порядка часов 10 отмотал, как раз-таки, в принципе, 10 часов в шахте, 10 часов грузчиком, вот у меня веселые каникулы в пердяевке вышли. Что ж, ребят, давайте, давай, я должен дотащить тебя, сколько ящиков я перетаскал? Порядка уже, наверное, 50, я не знаю, они все не кончаются. Такое ощущение, как будто это не мельница, а какой-то подпольный завод по переплавке свинца, который мы загоняем в подпольный завод по производству, я не знаю чего, возможно, каких-то свинцовых пуль, которыми так славится пердяевка. Что ж, ладно, я уже замотался, у меня ноги не ходят, на шахте у меня отваливались руки, а сейчас мне отваливаются ноги, как будто кто-то на своей приоре, один из моих, наверное, сработников на данный момент переехал меня, и у меня отказали ноги. Что ж, ну зато я не пойду в армию, получу справку по инвалидности и пойду сваливать куда-нибудь. Давайте, хочу завершить подраган... Что, 100 рублей? За 10 часов я заработал 100 рублей? Да я ящиков 50 перетаскал минимум. И что, за 60 килограмм на свинца перенесенного туда мне 2 рубля, что ли, платили за каждый? Ни хера себе, сволочи! А знаете что? О, я смотрю, кто-то из местного контингента уже вон подъехал на тонированной черной точиле. Что ж, знаете что? Пле... плевать я... Черт возьми! Ребята, кто-то постреливает! Так... Ну-ка... Плевать я не хотел... Работать еще здесь за 50 рублей. Я лучше сейчас сворую то, что у меня есть в ящике и продам это кому-нибудь здесь. Дам медь хотя бы, хотя бы что-нибудь. Тем более, нужно еще разобраться, что в этом ящике. Свинец, медь, нужно его открыть. Может быть, я вообще сейчас сворую какую-нибудь маленькую толстую карлицу, которая сидит в этом ящике. А может быть, это какой-то сказочный персонаж из Василия Колеса. Например, тот же... Гном Гимли или как его звали. Что ж, в любом случае, я надеюсь, то, что внутри этого ящика очень ценно и я это смогу... Смогу... Нет, я его разбил! Черт! Придется возвращаться! Черт возьми! Нет, пожалуйста! Ну, я не знал, что коробку нельзя воровать! Ну, оставьте меня! Блин, кто мог подумать? Кстати, в коробке оказалось, что там просто обычные ручки. Капец! И за ручек меня посадили в тю... И это что еще такое весело? Боже мой! И все! И меня все деньги отобрали! И не вернутся мне теперь, наверное, домой! Я не знаю, насколько здесь теперь... Угораздил меня застряв тюряжки! Боже мой! Ты что, тут тюряжка или локация для проведения боев в Mortal Kombat? Чуваки! А это кто такой? Я надеюсь, его не выпустят! Он также останется за решеткой! Это... Что это? Капец! Блин, это самый страшный тюрвак, который я только видел! Это, в принципе, единственный тюрвак, который я когда-либо видел! Ребята, выпустите! Выпустите, товарищ начальник! Ну, отпустите! Я больше не буду воровать! Правда, верните мои 308 рублей! Я пойду куда-нибудь номер в гостинице сниму! Или, если надо, пешком просто буду убегать! Отсюда только лишь вас не потревожить! Пожалуйста, не надо на меня прыгать! Ё-моё! Пожалуйста, заберите меня отсюда! Как вы... Ничего себе, парень! Спит! Пожалуйста, пожалуйста, заберите меня! Черт возьми, пожалуй, из пердявки будет выбраться не так просто! Субтитры подогнал «Симон»!